Научно-практическая конференция Академия проводится уже 18 лет. Пятый год подряд в ней принимают участие дети из детских садов. Глядя на этих маленьких умников и умниц, даже не верится, что все они еще дошкалята. Дарья Кравченко – воспитанница старшей группы детского сада «Колобок». Ее проект называется «Волшебные краски». А теперь давайте поговорим о правилах смешивания цветов. Какой получится цвет, если красный и желтый? Давайте попробуем смешать. Ребята нас поражают своими удивительными талантами, всезнайки, всеумейки. И достаточно грамотно излагают свои мысли, логические в проектах детских отражаются. Матвей Нелюбов из детского сада «Ручеек» защищает проект «Интересная птица-кукушка». Он не только открыл зрителям любопытные факты из жизни птицы, но и вместе с родителями подготовил сложную модель, в которой отобразил кукушку в среде естественного обитания. Как-то раз, гуляясь с родителями по весельному лесу, я услышал необычных губок. Мне стало очень любопытным. Какая птичка, такая интересная, разговаривая. У кукушки даже не страшен я скорпионы, из-за того, что у нее внутренний слой стенки ее желудка отслаивается вместе с ядом или волосками от ядовитых волосков гусениц, отслаивается и выходит наружу. А кукушка может снова есть то, что хочет ядовитых насекомых, и она может съесть даже маленькую змею. Выступления сопровождались яркими презентациями. Ростислав Карпачев, возможно, будущий архитектор, увлекается мостами, мечтает съездить в Китай, чтобы посмотреть на самый длинный в мире путепровод. Но пока удалось посмотреть только на строительство Керченского моста. Он и стал темой его проекта. Это, конечно, удивительное мероприятие, потому что я смотрю, что 5-6-летние дети, они выступают фактически на уровне учащихся начальной школы. Некоторые даже могут свои работы представить учащимся начальной школы как образец. То есть на них можно равняться. Интересно, что очень разнообразные темы, и они захватывают все стороны нашей жизни. Итоги работы научно-практической конференции будут подведены в ближайшее время. Победители отметят памятными дипломами, грамотами и ценными призами. Руслан Душевский, Анапа. Регион.